Снег сошел и для лесничих наступила горячая пора. Через три дня в регионе вводится противопожарный режим и необходимо быть во всеоружии. Оружие, а точнее орудие тушения после зимнего периода тоже необходимо проверить в действии. Беглый низовой пожар тушат подручными средствами, ветками деревьев, пожар средней степени с помощью мотопомп, верховой с помощью ранцевых огнетушителей и создание противопожарных барьеров. В общем, этому пожару дали жару. Люди подготовленные, наученные, которые знают, куда бежать и что делать. Вот это 95% успеха от людей зависит. Вот мы эти учения проводили для того, чтобы еще раз закрепить теорию. Вижу определенные недочеты, но есть над чем поработать. В целом, безусловно, весь коллектив, техника, имущественный комплекс, горючий смазочный материал, мы готовы в полном объеме. Всего на территории Нижнего Новгорода находятся четыре лесничества. В Зеленом городе, а также в Автозаводском, Приокском и Сормовском районах. Уже в эти выходные начнутся первые проверки готовности всех служб. Многие нижегородцы в праздники поедут на природу, будут разжигать костры в лесу, несмотря на запрет. Во всех лесхозах у нас организовано дежурство, патрулирование, где будут ежедневно, без всяких выходных, проходить у нас обследование всех своих хозяйств для того, чтобы не допустить каких-то возгораний. Еще одна угроза исходит от дачников. С 15 марта в регионе произошло 27 возгораний сухой травы. В реальной ситуации, в отличие от учений, иногда все складывается не так, как хотелось бы. Поэтому главное сейчас наладить взаимодействие и связь со всеми лесничествами. Юлия Серебрякова, Илья Васенин, столица Нижней.